Времена сейчас тяжелые, зарплаты так себе, все чаще возникают мысли о подработке. На несколько дней мы превратились в кадровое агентство и устроили на работу четырех новороссийцев, которых вы наверняка знаете. Посмотрим, справятся ли они со своими обязанностями. Знакомьтесь, Андроник Геворгян, стендап-комик, участник телепроекта Comedy Battle на ТНТ, телеведущий и просто хороший, смешной человек. Андроник, в этом конверте твоя профессия на сегодняшний день и те задания, которые ты должен выполнить, если ты хочешь заработать. Посмотрим, как ты справишься со своими заданиями. То есть заработать тоже можно, да? Ну да, заработать. Менеджер. Сложно будет работать менеджером за один день. Газпрома, надеюсь. Почти. Провести в пяти минутку. Задачи нарезать я умею. Делать не люблю, а нарезать задачи умею. Один из официантов опоздал на работу, придумать ему наказание. Поругать человека без проблем. Принять заказ на банкет. Вообще, это не вопрос. Ездить по ушам я тоже умею. Когда приступать? Да прямо сейчас. Каждый свой день я начинаю с 6 утра. Выпиваю джуз, читаю книжку, а потом иду на свою любимую работу. Мое имя с армянского переводится как менеджер, так что я на своем месте. Все, я выключил. Пока я снимал, я ее помял. В первую очередь я мужчина, а потом уже менеджер. Каждый день сотрудников центра плова начинается с пяти минутки. Обсуждают план на день, служебные обязанности и прочие внутренние вопросы. Ну что, всем добрый день. Меня зовут Андроник, я ваш новый менеджер. Надо людей больше грузить, особенно те, кто потолще приходит. Если он приходит, говорит, есть что-нибудь покушать? Значит, не надо все. Значит, вы не наш клиент, извините, уходите. Ну, какое-нибудь любое заведение для нищих. Шеф-повар, надо что-то такое придумать, чтобы люди такие поели и такие мы еще хотим. Можем такое сделать? Конечно. Мне нравится с вами работать. Если что, я менеджер, я Андрей Ник Завенович, я здесь. Все, а теперь за работу! Люди голодные стоят на улице. Пришел тут такой интересный, со своими правилами. Не зря на всех заправках есть вот эти штуки, которые вот так вот стоят. Реверсивная психология, показываем. Активнее немножко, активнее. Люди реагировали как, ну, смотрели как на больную женщину. Это же вам надо, не мне надо. У меня денег, во, я каждый день могу сникерс покупать. Те, которые работают на автомойках, на заправках, не дураки. Еще часа три, и все, и поменял. Нормально все. Три часа, три часа. Я махала и так, и вот так. Ни одна машина просто не проехала. Банкеты в центре плова – явление частое. Здесь отмечают праздники, дни рождения, корпоративы. Сегодня Андроник здесь за старшего, и ему предстоит принять заказ от довольно вредного гостя. Вот теперь можно работать. Давайте с вами обговорим, что у вас за мероприятие, сколько человек? День рождения, будет 20 человек. Вы закуску, еду берете у нас, а алкоголь вы приносите свой. Мы делаем вам скидку в честь дня рождения. Она все хотела принести свое, но это не канает. Труктовая тарелка есть у вас? Арбуз, дынка, то, что вот сейчас набирает черешенька, потом крыжовник. А, мы про это заведем? Я думал, вы про то, что у меня на кухне дома спрашиваете. Вы принесите, мы их помоем. Но вы что-нибудь, пожалуйста, у нас закажите. У меня детей семь, понимаете? Семь детей. Мы тоже хотим зарабатывать деньги. Давайте нам вот этого салата пять порций. Что это за салат? Да, сейчас я его зарисую, подождите. Я не успел зарисовать. И мангал интересует. Ну, это, конечно. И если можно, все с эффектной подачей. О, да, у нас шеф-повар вылетает, отдает и тектоник пошел. То есть, ну, прям. Кстати, вам жарко, нет? То есть, я не знал, что человеку советую, не советовал абсолютно все. Почему на улицу люди сейчас не приходят, не садятся? Потому что жарко. Жарко, ну, понятное дело, жарко. Вот эту берем и все, раздуваем, человек. Смотри, не простудись, аккуратней. Нормально, так лучше? Да, поинтенсивнее. Фруктовый салатик? Тестоу, накрыть надо отдельно. Хорошо. Где? Здесь или ванапе? 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 Да, подойдет. Да, на самом деле, когда ты в процессе, когда ты понимаешь, это несложно. Потому что не первый раз принимаешь банкет. Я имею в виду, когда опытный менеджер это делает. В общем, все так подстроили. У меня официант опоздал. Мне, видимо, надо его поругать. Почему опоздалась? У тебя будильник называется «Медленно в гору». Конечно, под такой засыпать хочется. Я сделал все возможное, чтобы овцам проснулся под веселую песенку, поставил ему на будильник. И теперь она будет идти, и в голове у нее все время будет эта мелодия. Скинь мне потом его. Наказание будет такое. Берешь шарик, ставишь между ног и прыгаешь туда-обратно и включить. Я пингвин. Что ты делаешь? Я несу свое яйцо. Я когда это услышала, я подумала, что? Еще не слышу! Я пингвин, я несу свое яйцо. Она на улице. В следующий раз я бы наказал, я бы сделал пожестче. Крапиву вот так, либо сливу вот так в носу свернуть. Она потом деньги опять заработает. А стыд, он вот останется. Всех соберите, пожалуйста. Сделаем итоги дня. У нас сегодня заведение посетило где-то примерно от 30 до полутора тысяч человек. Где-то вот в этом промежутке. Точная цифра есть. Не зря своих лебедителей. Ну и то, что мимо кассы, тоже подъедайте не нужно. Система штрафов новая введена сегодня. Галя опоздала, опробовала. Я думаю, больше она не захочет опаздывать. Вот. Что еще нам нужно? Ну, надо вот такую планку держать. И тогда мы станем лучшим заведением в мире. Идем домой и всем по пути говорим. Я работаю в центр плова. Ну, чтобы люди понимали. Я еще раз говорю, мяту на наконечнике, на зубочистке. Надо обо всем думать. Прикольно. Здесь мята, а здесь нет. И так, и так можно. Андрей Ник, ну рассказывай, как прошел твой день? Ну, я не хочу показаться уродом, да. Я понимаю, что вот эта работа очень ответственная. Поэтому, естественно, кроме того, как пошутить над этим всем, я ничего бы не смог сделать. Я в этом уверен. Потому что на это нужно учиться. Нужно быть профессионалом. Вот. А так, я перед всем персоналом, извиняюсь, я себе зарплату бы назначил, ну, наверное, секстиллион в неделю. Может быть, тебя устроить? Вот, а сам в вакансии придешь? Вот есть в вакансии менеджер-дебил. И возьмите меня на ставку тогда. Менеджер-дебил без проблем. Отработаю на все 100%. Такая голодная, по дороге не сожрать бы. Спасибо, что вы ждете. 50 минут мы ждали просто лимонад. Сейчас каникулы, отдыхайте. Боже мой, сейчас они там все, меня грохнут. Она была внимательна. Ничего себе, мне надо будет с кем-то делиться. Я заработала чаевые.